МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлогорск – город, хоть молодой, но уже развитой промысловостью. Причем такие предприятия, как Светлогорск-химволокно и целлюрозно-кордонный кабинет, я думаю, далеко за межами Беларуси, в ближайший час этот список пополнить еще одну творчесть. Завод сутьфатной белой целлюрозы – самый масштабный инвестпроект, который зараз реализуется в Гомельской области. Его кошта оценивается около 900 миллионов долларов. Развлековый термин окупности – в коллекте 10-ти годов. У 2012-м Светлогорск-химволокно-кордонный кабинет заключил контракт с китайской корпорацией инженерных на САМСЕ. Минавито, гэта корпорация, даречи, займается будовництвом Беларусско-китайского индустриального парку у Минской области. Сгодно с умовами погоднения, объект партнеры повинны сдать под ключ. Керовник проекта ГОДСЗ обицае, гэта буде саправды сучасная вытворцысь, побудованная высокопрофессийными специалистами. Наши технологии самые современные в данный момент по всему миру. Но аналогический завод тоже существует в Китае. У период наибольшей массовой будовли на Светлогорском заводе сульфатные бельяные целлюрозы просовали до 2000 китайских специалистов. Зараз их койкость значительно скоротилась. По отсутствии застались в основном отделочные работы и доброупорядкование территории. Усё, продовлеженное проектом обсталивания, так само завезено и измонтировано. Зараз начинаются пусконаладочные работы. До речи, весь вытворчий цикл максимально автоматизованный. Койкость просующих изведена до минимума. Поставщик технологического оборудования и технологий является австрийский концерн «Андриц». Если говорить про эту компанию, то эта компания является мировым лидером в области поставки оборудования и технологий. И на сегодняшний день можно сказать, что это самое лучшее, самое современное оборудование. Новый завод повинен кардинальным чином изменить ситуацию у папировой промысловости Беларуси и принести к краине додатковую валюту. Сегодня вся обеденная целлюроза для очиных вытворцев набывается за межами краины. С пуском завода ситуация изменится коренным чином, а прочая того, значная частка вырубляемой тут продукции будет поставляться на экспорт, терять приоритетов рынки Евросоюза, близкого исхода и Китая. Из 300 тысяч, где-то 160-170 будет производиться для внутреннего потребления, чтобы обеспечить свои фабрики все. Ну а примерно 230-240 пойдет на экспорт. То есть мы убиваем сразу как бы двух зайцев. Во-первых, решаем проблему импортозамещения. Сегодня мы покупаем все это по импорту. И кроме того, так сказать, мы решаем проблему экспорта, причем солидного экспорта. Александров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Протягиваем выпуск. Завтра в нашей краине будет означаться День Мати. Это святое, которое в Украинах свету пропадает на разные даты. В Беларуси традиционно означается 14-го Кострышника. На первые дни святое Гомельским областным объединением профсоюза отбылось урошистое мероприемство. На его были запрошены больше 40 женщин, которые работают в разных галинах народного экспорта комплекса Гомельшины от промысловой сферы до бытового обслугования. Объедновая этих представниц пригожей половы человечества тое, что все они являются членами профсоюзов и клопотливыми мати. В даре 60 род запрошенных на мероприемство были неколькие женщин, которые выховывают пять и больше детей. Они имеют гоноровое звание шмадетной мати и узнагарожены орденом мати. Для гостей у Рашистоси в Доме профсоюзов была подрихтована насыщенная концертная и меньшовальная программа с уделом юных гомельских зорочек. Подобные святошные встречи в Гомельским областным объединении профсоюзов уже стали доброй традицией. Они завсюду проходят у теплой душенной атмосферы по сопровождении ширых сердечных слов подзяки и по жаданию у адрес женщин мати. Милые мамы, с праздником вас! Добра, счастья, любви и долголетия! Чем дольше вы живете на земле, тем больше и дольше мы чувствуем себя детьми и чувствуем себя совершенно другими, защищенными и высоко-высоко любимыми. Вядомы белорусские спортсмены сустрелись с наученцами специального профессионно-техничного в училище закрытого типу номер один в Петрикове. До их завитали бронзовый призер олимпийских гульнив 2004 года и восьмикратный чемпион света по велоспорте Наталья Целинская. Серебранный бронзовый призер олимпийских гульнив по мостовской гимнастице Ксения Санковиш, а так само чемпион первых европейских гульнив по самбо Стяпан Попоу. В актовой зале установы отбылась двухгодинная размова. После чего директор в училище отримал от Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь подарунок – инвентар для занятков спортом. У специальным профессионно-техничным в училище закрытого типу учатся девчаты в возрасте от 11 до 18 годов. У каждой из них своя история и непростый лез. Порашения суда в установу трапляют с термином до двух годов в зависимости от учененного правопорушения. Не глядяши на помылки у минулым, я не верать, что все можно выправить. Да помогчи навученкам училища знайсти свой шлях у житти, вырошили и представники Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь. Авторитет олимпийцев, авторитет спортсменов, которые достигают чего-то серьезного по жизни, он настолько высок, что может подтолкнуть других, если не к завоеванию олимпийских высот, мы к этому не призываем, а к победе над собой, в первую очередь. Победа над теми обстоятельствами, в которые жизнь нас ставит. Визит ведомых беларуских спортсменов – соправдисвяточная падея. Сустреча у актовой зали отрымалась сябровской и душевной. Наученки смогли убачить звычайных людей, які не хапали зорок з неба, але дякуючи неверогодной силе духа и процоздольности досягнули значных вышинь. У их житти так само были узлеты и падений, однак с долюши перемахчил первую чергу самих сябе, и они узышли на спортивный олимп. Мне хочется передать свой опыт, свой взгляд на жизнь детям, подрастающему поколению, показать, чего можно вообще добиться в жизни, если стараться, трудиться. И если из этой толпы хотя бы один человек меня услышит и поступит правильно, и сделает что-то приятное, полезное, хорошее в жизни, это уже будет результат. Я думаю, наш приезд, ну хоть немножечко как-то раскрасил их жизнь, я думаю, довольно обыденную здесь. И я очень надеюсь, что мы их хоть немножко как-то вдохновили, чтобы они стремились к лучшему и добились больших успехов, больших результатов в жизни. Это можно добиваться не только в спорте, а в любой сфере деятельности, поэтому я уверена, у них все впереди. Знаковый момент урушения от Национального Олимпийского комитета, спортивного обсталевания. После встречи протягнула автограф-сессия. В свою чергу девчаты сделали подарок у отказ, уластные картины и невеликий концерт. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. Актуальные темы, бояльные ведущие и тековые суразмоуцы. Кожный день по буднях у эфиры телеканала «Беларусь-Чатыры» программа «Добрый вечер, Гомель». В осень 2015 для медицины «Гомеля» выдалась саправды поспеховой. Пешего кострышника в областной больнице открыли отделение хирургии позвоночника. А празд два дни тут зарабили пешую в Беларуси операцию по одновлению разборанного позвонка. С этой нагоды ауторы программы вырошили обмерковать новые технологии в медицине с ведущими специалистами «Гомельшины». Темой для другой частки программы стало подведение выника у туристичного сезона. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёня у 19.00 на телеканале «Беларусь-Чатыры». Новина региона, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.